приветствую пишите слышно или нет друзья давайте напишите слышите или нет друзья слышно хорошо все очень рад что-то тут со связью у нас тут дожди идут вот просится в эфир давайте мы виталика подождем потому что у нас ольга привет золотца привет сегодня мне писали про меди и жен и деда ты потом не отдельно напиши в отца пи что там случилось из народного фронта добрый добрый вечер все хорошо что хорошо все слышно а когда я называю с этот присоединиться срывается у нас вот пишут написали мне просьба показать львенка он жить здоров попробуем так нет 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 извиняюсь вот виталик так сейчас ожидаем италия долголюка до дождик надоел уже тоже наши африканский хищник живете а виталий говорите так все вот сейчас я слышу вас прекрасно да не успели договорить насчет операции и да сейчас воронежская клиника сделала назначение так сейчас секунду сейчас я найду его вот это назначение да это неважно виталий я понимаю что не реально там назначали у вас есть возможность сейчас показать львенка люди просят смотреть на львенка да без проблем сейчас договорим и покажу давайте да без проблем сейчас насчет операции да она не сделана она запланирована на 25 августа то бишь вот уже буквально меньше чем через неделю да сейчас до 24 сейчас приезжает доктор утром и вечером мы делаем капли ему ну там специальная процедура там через каждые 10 минут там на протяжении энного времени и подготавливается соответственно он к операции 24 финальное обследование если обследование проходит положительно соответственно делается операция и реабилитация дальнейшей это где будет делаться реабилитация там или привезут обратно я пока если честно не знаю я не задавал эти вопросы но судя по разумности она должна происходить в той же клинике где и делалось по-другому быть не может те врачи кто делали те и должны за ним следить вдруг какие-то осложнения или еще каким-то образом произойдет да они неважно какие-то непредвиденные обстоятельства соответственно это разумно что он будет проходить реабилитацию какое-то время там ну а после этого я думаю что если за это время ему не найдут место да или еще что то я думаю что его все таки привезут к нам у нас официальный ответ что его статус будет определен после суда то есть должен быть суд а ну вот тем более что это будет и этим вопросом уже занимается маска даже не место то есть это федеральный рост берет на это официальный документ который мы получили вот единственно вот вопрос как бы люди переживают люди пишут там всякую да переживание что где он что он почему скрывает почему не показывает поэтому как бы будет маленькая просьба раз вы уже как бы с нами да вот контактировали вот люди пишут что спасибо вы хоть выходите на контакт просто периодически информацию кидать чтоб не было скрытости тайн потому что чем больше поймите я вам я я вам так объясню я свой то блок с трудом веду именно свой как бы ну заниматься ходить что-то фотографировать выкладывать это в принципе не надо не надо лишний раз живут на фотографии просто там маленькую информацию что там такого числа операция да там просто я не поймите я говорю я журналист звонит не говорит а вы знаете его везут москву а у нас информация воронеж понимаете и вот этот ну так вакуум информации создает вот эти штуки я понял ну суть в том что я сказал так как есть от первого лица так как я с первого дня я увидел и нахожусь получили очень много ответов для себя у меня у меня есть есть вопросы именно по тому допустим вы хотите осуществить такую практику да и симбу увезти в танзанию и леопарда я это каждый вот участник там кто смотрит может посмотреть если написать такую историю как трофейная охота танзания то как минимум 10 организаций сразу выскакивать с официальным прайсом на львов и леопардов соответственно закладываются де дикие сомнения что симбу ждет какая-то судьба такая ну положительная так скажем поэтому вот смотрите у меня прямые эфиры это все сказано дело в том что эти животные уходят в танзанию на праве совладения это совладение несколько миллионов удорожил нашу транспортировку нашу перевозку и содержание таким образом будет отслеживаться судьба этого животного и допустим с леопардом тоже непонятная история все мы знаем что нельзя смешивать виды и когда вы проводили вообще какие-то исследования какой это все-таки леопард мы не собираемся никакие исследования провести у него есть все документы а кто сказал что они настоящие эти документы что этот леопард соответствует этому подвиду документы о происхождении есть папа и мама есть зоопарк но и все-таки куда поедет симба они поедут реабилитационный центр который курируется немецким университетом который на уровне на уровне посольства вот вот у меня тут юля она может ответить добрый день я лично занимаюсь компания уже третий месяц отвечая на ваш вопрос очень хороший вопрос трофейной охоты так вот там за ней единственная в мире страна которую порядочено трофейная охота она практически и и не осталось всего лишь четыре маленьких центра где она разрешена 22 году они будут упразднены в отличие от кейни от юар я очень глубоко занималась этим вопросом могу ответить абсолютно на все это номер один номер два это специальный реабилитационный центр в котором будет находиться симба пожизненно там 24-часовая будет курирована веткомащим указано по поводу стим вы можете не переживать относительно евы если удастся сделать ее релиз то это будет исключительно на тех территориях которые не относятся естественно к опасным территориям переговоры ведутся на самом высоком уровне я лично общаюсь послом танзании я лично общаюсь со всеми центрами представителями поэтому отвечая на ваш вопрос мы максимально безопаснее относительно вообще охоты трофейной которая естественно имеет место быть вообще в африке особенно в юар танзании очень хорошая ситуация и как я уже сказал 22 году поэтому все что вы находите в интернете не есть правда как правило там очень много фейковых моментов и очень много фейковых новостей и информации как человек который 15 лет занимается люксовым туризмом я могу сказать что все что вы видите в интернете как правило это не имеет никакого отношения к действительности вот поэтому если есть еще какие то вопросы давайте отвечу а вот мы я лично занимаюсь этим вопросом ежедневно огромное количество времени мы тратим на переговоры на заполнение документов я вам скажу уже что такая вот кипа бумага подписано и что мне понравилось в танзании когда мы выбирали этот центр во первых если вы знаете там самое большое по голове львов больше 8000 львов на сегодняшний день живут в танзании это первое второе мне очень понравилось что государство охраняет каждого животных и на сегодняшний день мы подписываем все документы с государством танзании в том числе они головой отвечают и за символ и заявки так что если у вас вдруг будет такая оказия по нашей уже проторенной дорожке отправить кого-то то я вам рекомендую только танзане это мой личный спасибо за ответ просто я сегодня ну так до плотненько тоже изучал этот вопрос и но но реально официально конторы предоставляют эти услуги и поэтому ну как бы это не может не волновать этот вопрос очень много таких деятелей и вот у нас тоже туристическое сообщество очень крупная лучших компаний мира называется виртуоз а мы каждый год собираемся в лавпегасе это огромная такая конференция на 5-6 тысяч человек я вам скажу что а все кто в интернете рекламируют эти услуги как правило они даже этим не занимаются то есть это полнейший фейк а те кто это делает это очень понимаете такие вещи потому что они не одобряются даже скажем министерство природных ресурсов великобритании они инициировали встречу на высшем уровне которая будет проходить в ноябре g20 саудовской аравии при азии относительно того что слишком много возится вот этих трофеев на территорию великобритании то есть на сегодняшний день это очень острый вопрос и мы с вами тоже в силах на это повлиять потому что я считаю что если вы любите животных мы любим животных в первую очередь страдают вот эти несчастные львы которые до сих пор даже нет нашей красной книги да вот как сейчас оказалось мы ведем это расследование ведем ситус да и списки ситус они там во втором во втором пункте так сказать ситус но вы знаете это ничего как бы не влияет к сожалению положительно на их судьбу поэтому и ваших усилиях и наших тоже в нашей ответственности максимально сократить вообще понимание того что можно на животное охотиться или как-то можно причинить ему бед что если вы этим занимаетесь и каким-то образом хотите повлиять то я очень рада что у нас еще появился один идти на мышление вот так что буду всегда рада ответить на ваши вопросы и вы знаете что мы очень открытое что мы выкладываем видео фото стимбе его вот поэтому конечно когда они уедут в африку я надеюсь что нам полет ресурсы точно так же рассказывать о них больше там очень дорогой интернет как я выяснилось единственное а вот но буду надеяться что у нас будет получаться эта информация делиться это очень классная будет история которая в общем то может быть и понимаете станет такой стартовой для такой глобальной нашей коллаборации нет я вообще если честно даже не понял в какой момент конкретно меня занесли ваши враги но они уже воспользовались вашими постами и так далее то есть это ладно неважно проехали на это не обращая внимание самое главное хочу вас уверить сегодня мы дружим с такими международными организациями как перфри как фонд бриджит бордо и поверьте эти организации прежде чем дружить они полностью проверяют всю деятельность и но тот момент когда про нас стали писать международные сми эл и майл и все испаноязычная китайская ранкоязычные все издания журналисты которым я для местных телевидения давал интервью поверьте это очень многого значит и поездка в тазами наших животных это будет своеобразная тусовка всех этих представителей из этих организаций и может быть и какое-то заявление заявление именно вот о той встрече который будет в этих местах аудской аравии вот как раз где собираются поднять тему трофейной охоты вот так что виталик давайте закончим нашу да нашу дискуссию так называемый дебаты да которые очень хорошо как бы поставили на точки на многие вопросы показать львенка пускай люди посмотрят что все хорошо жив здоров никто не издевается он не уехал в ад как многие говорили с одного вода другой он живет у профессиональных этих дрессировщиков вот только единственная просьба не очеловечить этого животного чтобы он может быть может быть что по программе отправки африканских животных в африку и это кусафа или там как гром его назвали может получится туда ехать потому что я лично считаю что в российских центрах зоопарках с экстремальным климатом не место не место льва поверьте температуры южного урала там не знаю там север россии да тот же питер но там нету климатических условий чтобы эти животные там находились задержать льва помещение для чего-то я считаю что это не я я вам так скажу первое я еще раз повторюсь не нужно судить конкретное там предприятие или еще что-то по каким-то ну по одному какому-то плохому есть законодательство которое издали которое предписывает нам условия до нормы содержания и так далее тому подобное и поэтому если цирк работы и создает все максимально комфортные условия то я не думаю что нужно каждый раз своих эфирах употреблять какие цирки плохие и так далее тому подобное я считаю что это я вам так скажу нужно если так выражаться то нужно конкретизировать сразу что конкретно вот этот цирк вот меня он не устраивает у них там нарушения такие-то и так далее тому подобное я считаю что это будет правильно и это ну справедливо так считать а я считаю правильно что я кричу любую дрессировку диким животным не месяц цирку любое животное подвергается любое животное будь оно домашнее и кстати это не дикие животные это хищные животные они рождены уже в двадцатых поколениях в неволе они не считаются дикими животными суть не суть не в этом суть в том что любое домашнее животное но подвергается дрессировки любое начиная от того что нужно ходить в лоток и так далее тому подобное кто сказал что нужно применять жестокость чтобы научить животное что-то делать мы считаем что условия любого цирка любые аплодисменты крики визги прожектора это все вредно для здорового животного это лишь ваше мнение и она может не не факт что она правильная правильно я просто знаю кучу цирков я знаю как мои животные у меня перед репетиция у меня вольер просто ходуном ходит они знают что это репетиция они рвутся туда они хотят туда идти потому что им это интересно им это интересно пока они молодые сколько у медведя 9 лет у меня пуме 5 лет тигры львы у меня молодые у меня тигром год и три львицы два года тигр медведь живет 50 лет вот через 50 лет интересно посмотреть на вашу мишку да без проблем увидимся через 50 лет посмотреть на ваших тигров которым исполнится 7 8 лет когда они вообще вообще без проблем есть такой есть такой немецкий дрессировщик мартин лесси у него львицы сейчас 27 лет и она она не работает она просто на пенсии она у него доживает вот и она способна сама ходить это о чем говорит это это о том что они живут европе и там очень серьезные законы зеленых нет это лишь о том говорит что львица получает все необходимое ветеринарное обслуживание и правильный рацион это и есть так скажем ключи к тому чтобы животные жили долго и счастливо а еще размеры вольера где они находятся да без проблем почему нет ладно давайте покажите львенка пускай народ видит успокоиться и мы прощаемся да без проблем сейчас только я выйду сейчас я к нему зайду пожалуйста я не знаю фонарик надо какой-то вот львеночек я не знаю как показать еще он просто играется всегда отличный лев между прочим очень адекватный никаких у него психов и истерик никогда не было самого начала друзья все смотрите виталий показывает грома или мусаху пишите что с мусахой вот он мусаха жизнь здорово давайте будем держать кулачки что операция прошла удачно мы сегодня его взвешивали на данный момент он вешает 20 килограмм он вполне нормально растет все не мучайте ребенка пускай отдыхает все да ему наоборот да я думаю что мы поставили все точки на будущее что не должно не должно быть и в эфирах никаких оскорблений и претензий к нам потому что я претензий к вам претензий к службам вы исполнители вы исполняете то что вам попросили но это на данный момент вы так говорите а на самом деле было до этого эфиры они были именно другого формата нет они были потому что у нас не было информации когда у вас появился пост на своей страничке люди стали писать потом мне пишут что они удаляют удаляют посты там комментарии смотрите смотрите какие маленькие вольеры вижу вижу есть бассейны есть поилки есть лежанки есть все все для их жизни понятно пока вы стоите как до вы транспортируете у меня тоже все там сделано есть отопление есть кондиция есть кондиционеры есть отопление Три вида отопления. Есть от электричества, есть от электростанции, есть автономное отопление, также есть кондиционеры. Все предусмотрено для их комфортной перевозки. Больше это самый длинный переезд, это когда он длится целый день. Это самый длинный переезд, и то я сам лично еду всегда за своими животными, чтобы их поить, кормить и убирать за ними. Потому что неважно переезд или нет, это животные, они писают, какают и хотят кушать и пить. И это нормально. Так как наш цирк переезжает максимум один раз в месяц, все остальное время они проживают у себя в вольере. Так же, как говорят, что мы репетируем по 40 часов, репетиция длится максимум 15 минут. Все остальное время они отдыхают у себя в вольере и делают то, что хотят. Никто к ним не прикасается. Это их помещение, их здесь, никто их не трогает. Понятно, ясно. Ладно, все, Виталик, спасибо огромное, что присоединились. Спасибо, что показались, спасибо, что рассказали. В дальнейшем, я думаю, что не будет уже в нашу сторону такой уже негатива и будет нормальная, адекватная реакция на то, что происходит. Потому что, я еще раз повторю, мы не отвечаем за этого льва в плане того, что мы не принимаем решения по его... Да, мы оказываем свою профессиональную помощь. Хорошо, все, до свидания. Все, до свидания. До свидания. Ну что, друзья, вы посмотрели, у вас есть возможность, да, оценить, оценить состояние ребенка, ну, со стороны, да, не как профессионал, вот. Просьба не хамить, вот, в Волгограде нет хороших специалистов. Так, друзья, нам не нужен этот ребенок, нам просто очень беспокоит его судьба. Его судьба, потому что он пока не имеет статуса, то есть у него есть хозяин по закону, по нашему, да, этот Алакаев, Умар, который сейчас фигурирует в шести заявлениях в прокуратуру. Ну, это вот как раз те львята, которые на руках есть, очень много видео в Инстаграме, в соцсетях, город Пятигорск, город Ставрополь с фальшивыми документами. Это уже уголовное дело, это ветеринарная справка фальшивой. Поверьте, полиция смотрит на это, но если ты не разбираешься, господин, в полицейских документах, пригласи специалистов. То есть организуйте комплексную, да, такую совместную проверку. С участием специалистов. То есть элементарно, вот эту справку покажите любому ветеринарному врачу, он сразу скажет, это фальшиво. Львенок, который родился на Дальнем Востоке, Владивостоке, почему-то справку дают Парнаулю. Притом врач, который выписывает справку, дает сам себе эту справку. И там написано, для использования везде. Это просто вот смех и грех. Это можно потом собрать в коллекцию таких документов. Вот над чем должны работать надзорные органы, прокуратура. Вот они издевательства над животными. Это спасибо волонтерам из Пятигорска, которым удалось это все фотографировать. И сразу показать специалистам. Сразу любой специалист скажет, что это фальшиво. А поставлять уважаемое имя, скажем, директора сафари-парка с Владивостока, как правило, Мезенцева, это просто беспредел. Якобы Мезенцев продал несуществующих львят от самцов львов. Даже если зайдите на сайт их сафари-парка, увидите, что там у них самцы живут. Самок нет. Вот чудо-чудо селекция от этих живодеров. Все можно услышать, все можно увидеть глазами. Но вот, к сожалению, вот действительность. Действительно, сегодня юга уродных городов. Издевательство над животными фотографы. Ну, надеемся то, что сегодня Генеральная прокуратура, если кто-то есть из прокуратуры, пожалуйста, следите за этим, да, доведите дела до конца. Нам надо спасти, спасти этих животных, потому что они не заслужили. Это царь зверей, это лев, львенок, да, который сегодня там по рукам, его там гладят, тискают, фоткают. После сезона их ожидает та же участь, что была с нашей симбой. Сегодня уже никто не будет их покупать, потому что есть закон. Закон, то есть маленькие львята, которые рождены после Нового года, все, любое дикое животное, которое в списке запрещено содержание в частных руках, они, к сожалению, просто будут уничтожены. Это просто страшно. Уже негодяи, да, взрослых животных отдают тексодермистам. Одно, один плюс от этого коронавируса, что у людей нет денег, и люди, идиоты, не покупают вот эти, да, диверенды, вот эти трупные ковры, трупные чучела и украшают свои жилища. Так что, друзья, так, кто-то тут пишет все постановочно, даже эти лживые комменты в пользу Кареновку. Просьба плеваться не здесь, вас никто сюда не звал. Если вам кажется, что это постановочно, вы можете покидать этот эфир, вас никто сюда не приглашал. Понятно, всегда найдется какой-то там, да, который повоняет и пукнет. Вот, да, весь мир идет к тому, что цирки запретить животными. Ну, скорее всего, что в Россию все равно все хорошее приходит, немножко с опозданием, но приходит все, зависит от нас, от людей. Не будет спроса, не будет подложений, не будет желающих фотографироваться с этими дикими животными, поверьте, эти исчезнут. Но, к сожалению, хватает, да, ну, с пониженной культурой людей, которые там от этого получают какой-то кайф фотографироваться с дикими животными и тут сидят, смотрят, как, скажем, в цирках, да, львы, там, не знаю, слон выполняет то, что в природе он не должен делать. Или тот же несчастный медведь, катается на велике, да, ну, здесь должен быть лесу жить. Или тот же тигр, который заставляет прыгать через амбурь. Это, это плохо. Сегодня, посидев на карантине, многие люди немножко поменяли свое отношение к жизни, потому что они почувствовали, как плохо 2-3 месяца сидеть в четырех стенах. Это клетки. И поверьте, вот животные, которые живут в цирках, зоопарках, да они живут всю жизнь в этих клетках. Вот вы пожили 3 месяца, что с вами произошло? С ума сходят люди. Люди сейчас как бешеные, там что-то открывают. Безумно полетели там в курорты Сочи. Хотя еще у нас пандемия не закончена, да, и периодически даже убирают люди. Но вот они все с ума сходили, там пляжи заполнены. Никто ничего не понимает, что, не дай бог, заболеешь. Это серьезные последствия, последствия не имеют. Поэтому, ну, вот так 3 месяца посидев, с ума сходят. А представьте, животные, посидев в этих клетках, как они себя чувствуют, что с ними происходит. Вот. Ну что, друзья, давайте тогда мы округлимся, потому что у нас уже время много. Мне надо людей провожать, животных проверить. Так, кто-то тут тоже просится, уже никто не просится. Всем спасибо, что были. Очень много людей смотрел эфир. Второй эфир тоже будет сохранен. Первый уже сохранен. Пожалуйста, смотрите, распространяйте, пущите. Нам интересно ваше мнение. Вы сегодня узнали, многие пишут, что с Пусафой. Пусафая тот же, он же Львенок Гром. С ним все хорошо. Опираться будет у него на глазу 25-го числа. Ну, к сожалению, вся вот этот ажиотаж вокруг этого Львенка, это можно сказать спасибо надзорным органам, государственной службе ветеринарной медицины. Это ветслужба города Волгограда, там, может, областная служба. Вот так они себе повели. Всем спасибо, всем терпения, любви, ну и хорошего вечера.